Базовый урок по рисованию светом. Что такое выдержка, светочувствительность и диафрагма фотоаппарата. Обзор проведем на примере простой зеркальной камеры любительского класса. Многие путают выдержку и таймер автоматического срабатывания затвора 2,10 секунд. Тут есть большая разница. Выдержка это время, проходящее от момента открытия затвора до его закрытия. А таймер это механизм, который даст вам время подготовиться к съемке после нажатия кнопки спуска затвора. Диафрагма это многолепестковый механизм по объективе, позволяющий ограничить количество света, попадаемого вам на матрицу. Обозначается буквой F. Чем больше цифра после нее, тем сильнее закрыта диафрагма и тем более темной будет фотография. Включи фотоаппарат и переведи его в режим ручной выдержки. Используя основное колесико настройки, увеличив время экспонирования кадра. Даже любительские зеркальные камеры позволяют увеличить выдержку до 30 секунд. Этого вполне хватит на большинство твоих идей. Как ты видишь на экране, если крутить колесико до упора, то после 30 секунд появится режим Valve в ручной экспозиции. Зажимая клавишу AV, продолжаем крутить колесико настройки фотоаппарата, меняя тем самым значение диафрагмы. Светочувствительность – это параметры, влияющие на общую яркость изображения и количество шумов. Рекомендуем ставить этот параметр не более 100. Помним, что задержка – это время от нажатия кнопки до самого открытия затвора, а выдержка – это время экспонирования кадра. Иногда таймер называют задержкой спуска затвора. Снимем объектив и поставим режим Valve с задержкой в 2 секунды. Сейчас ты видишь пример работы двухсекундного таймера. Убираем двухсекундную задержку и смотрим, что получается. Сейчас ты видишь наглядный пример выдержки фотоаппарата, который мы используем для создания своих рисунков. Чем длиннее выдержка, тем сложнее и интереснее рисунок ты успеешь создать. В большинстве случаев тебе вполне хватит 20-30 секунд. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok